Залужного отправляют в Лондон послом. Потрясающая версия, все, конечно, немножко в шоке, но он это говорит на полном серьезе. Посол в Лондоне, с позиции посла еще никто не возвращался, означает, что это как пенсия, политическая пенсия. Но так аполитической работы у Залужного же еще не было. Что думаете вокруг этих версий? Как именно будут пытаться красиво сыграть или уже красоты игры не будет? Я думаю, нет связки в данном деле насчет посла, потому что в данной ситуации нужно согласие на отставку Залужного. Или его надо указом за что-то убирать вместе с его персоналом. А у Залужного, не забывайте, ему 50 лет. Он вошел в роль категорошка, любимца публики. Он читает социальные сети, он видит, что народ его поддерживает. Он видит, что за ним выстраивается огромная масса людей, как сказать, ущербленных этой властью, то есть пострадавших. Это весь старый класс. Это все люди, которые, как Порошенко, как Тимошенко, как люди, которых фактически ограбила зеленая власть, потому что распоясавшиеся менты и прокуроры фактически разорили огромное количество бизнеса. Кроме того, что он сам разорил. Надо не забывать, что люди связывают с Залужным все-таки очищение от зеленых. И я не думаю, что превратившись в символ, а Залужный это символ, и этот символ поедет послом. Это не Венедиктова, которая была никем, стала прокурором и поехала послом пить кофе швейцарский. Это разные люди, это разные подвиги, это разные символы. Я не представляю себе Залужного, жертвующего своим символизмом. Нет, он, наверное, будет идти в политику и баллотироваться в будущем. Либо в начале в парламент, как глава списка, его обязательно поставят во главу какого-то списка, если это будут парламентские выборы. Ну а в дальнейшем, а возможно и ранее, в президенты. Я думаю, что его уже и согласовали и в Америке, и в Европе. Потому что нет другой фигуры на сегодняшний день, которая реально может победить Зеленского. Как вам кажется, имеет ли место вообще сценарий какой-то силовой? И есть ли за Залужным, условно, сила в прямом смысле этого слова? За ним есть деньги пострадавших, пострадавшие бывшие власти. А их много, этих денег. И когда появится возможность работать в парламенте, когда появится возможность работать в прессе, а на сегодняшний день есть возможность работать в социальных сетях, и мы видим, что ботофермы Зеленского, многочисленные, забивают социальные сети. То есть просто народные массы. И когда мы сегодня выступаем, что надо поддержка Залужного в социальных сетях, надо везде поддерживать генерала Залужного для людей, которые хотят свержения зеленой власти. Законный способ. Я не верю в силовой способ в Украине, разве что после снятия военного положения там сразу возникнет силовой способ, то есть Майдан. А пока есть военное положение, мы знаем его, подали законопроект на продление до мая. То есть силовой способ невозможен. Но возможен другой способ. Это когда американцы и европейцы начнут вытягивать стул власти из-под Зеленского. То есть заставить его делить трон с парламентом, который недееспособен, и попытаться утвердить новое правительство с новыми лицами. Уже совершенно европейскими, уже современными представителями Госдепа, можно даже сказать. То есть там должны быть ярко выраженные люди, которые уже не будут выполнять все указания Зеленского. Потом надо не забывать, что сама фракция «Слух народа» уже шатается. Возможно, оттуда начнет удаляться часть. Я бы даже посоветовал парламентариям на сегодняшний день чуть ли не называть фракцию «Залужного» и всем туда входить. Кто может? Я имею в виду мажоритарщики. Должна появиться новая конфигурация в парламенте. Это, конечно же, последует отставка главы парламента, который превратил фактически парламент в свою вотчину и творит там все, что хочет, фактически поработив депутатов. То есть сегодня парламентаризм умер, сегодня демократии в Украине нет, сегодня концентрационный зеленый лагерь, в котором загнали людей и продолжают загонять. Так экономика, так общество существовать долго не может, поэтому или поздно выкристаллизуется другая политическая сила, более способная на управление государством. Много разговоров о законопроекте мобилизации. Что об этом законопроекте думаете вы? Вроде как в первом чтении Корниенко, кажется, сегодня заявил, что на этой неделе будет рассмотрено. У зеленых все непредсказуемо. Что заявляет Корниенко, что заявляет любой другой зеленый, это все двусмысленно. Думаю, что все равно они ждут голосования. 7 февраля должно быть голосование в Сенате. Они все время отталкиваются от одного пункта. Ищите деньги. Все идет ради денег. Вот если деньги пойдут, как они мыслят, то можно, в принципе, принять и закон о мобилизации, и там попытаться управлять людьми. Идея мобилизации у них натыкается только на одно сопротивление. Это деньги. На мобилизацию вообще нет денег. И поэтому ситуация непредсказуема ни на фронте, ни внутри. Но если дадут деньги, то тогда можно предполагать, что на фронте ситуация стабилизируется и даже улучшится. Вот тут они и хотят украсть это у заложного. Стратегия понятна. Но как-то уж очень умилительно сегодня выглядела в Абалонском районе облава ТЦК. В общем, потрясающее сообщение, что ТЦК ловили вот прямо на проспекте, да, проспект Бандеры, там, ну, бывший московский проспект. То есть оживленная трасса, выставили блокпост, все улыбаются, фотографируются. Какие-то бумажки с, скажем так, походившие на повестке выписывали. Водители радуются. Такая вот интересная картинка, да, оттуда. А сообщение просто на голову не налазит. Представители ТЦК ловят ДРГ, представляете, Геннадий Владимирович? Ну, ловят. Вы знаете, у нас же, они выдумщики хорошие. И, в принципе, сегодня пена поднялась и в ТЦК, и в спецслужбы. Люди, в принципе, не сильно далекие. И выдумки у них также не сильно далекие. Ну, придумаем себе ДРГ. ДРГ на Абалоне. ДРГ, ну и что? ДРГ, это же здорово. И вообще, это же оправдывает вообще все поступки в Киеве. Блокпосты, блокирование районов. Это же все основывается на ДРГ. Вот когда задаешь вопрос президенту, я весь прошлый год задавал этот вопрос. Когда вы разблокируете правительственный квартал? Они говорят ДРГ. И они все время рассказывают про эти ДРГ, что они прорывали чуть 12, 15, 17 покушений на президента Зеленского. Я думаю, ну зачем вы врете это все? Зачем вы это распространяете? За какие ДРГ могут быть? Может, они и ездят, но вы их вряд ли видели. Потому что если бы вы поймали хоть одно ДРГ, вы бы его на всех каналах показывали вместе с этими ДРГистами. А так как ничего нет, вы ничего и не показываете. Только врете. Врет президент, врет ТЦК, врут спецслужбы. Все поголовные. Когда вы перечисляли ГУР, да? Да это целое агентство вранья. СБУ. Целое агентство вранья. То есть пиар вранья. Я всегда говорил, что мы жертвы социальных сетей. Когда появился доступ к социальным сетям, контроля нету, на анонимных телеграм-каналах можете разгронять все. То у человека, у самого должны появляться фильтры. То есть хотя бы люди, которые способны это все анализировать, а потом выдавать им как ответы на вопросы. Иначе человек подвергается атаке информационной, и он теряется в этом потоке информации. Кто-то поверит, но здравый человек никогда не поверит в разумность такого красивого поиска ДРГ с улыбками и повестками. Да еще и ТЦК. Еще и ТЦК. Скажите, вот прозвучало на днях, ну просто потрясающе. В общем, есть такой депутат Кривошеев от «Слуги народа». Ну как бы мало кому известный, мало был где на слуху, ну как бы народный депутат. И он, собственно, сказал, что мужчины все должны понять в этой стране, что идет война на выживание. А если там кто-то этого не понимает, не готов воевать, ну тогда плывите через речку Тиса и, в общем, ищите себе другое гражданство. Ну там журналист его пытался как-то урезонить, а готовы ли вы в окопы? Говорит, я готов, но у депутата бронь. Ну а так он готов, конечно. Вообще страшное происходит сейчас. Мужчин превратили в рабов. Очень внимательно я людям посоветую читайте сказку о Катигорошке. Потому что там рассказаны, можно сказать, истории украинского народа. Это народная сказка, в которой наблюдается аж три предательства Катигорошка. Три предательства. Это настолько природное, видать, состояние украинского общества с древних времен. Вот первое предательство Катигорошка, когда он родился очень сильным, и односельчане узнали об этом, прибежали его убивать. А когда увидели, что он такой сильный, что он сейчас их поубивает, они убежали. Второй раз они его предавали, когда он братьев и сестер спас. А братья и сестра взяли его и привязали к дереву. Ну, говорят, а как же так, он один одолел вот этого змея. Третий раз они его предавали, когда в яме с побратимами оказался. То есть мы видим аж три предательства Катигорошка. Поэтому сейчас наш народ, армия, люди обычные предаются государством в природный способ. А так как государство потакает предательству своего народа, вот через депутатский рот это и вылетает. Ему еще долго это будет аукаться, это высказывание. Еще долго политический шлейф будет за ним идти, за вот такие высказывания. Они не жалеют людей. Я говорю, что у нашего общества, украинского, нет никакого сострадания. Но я должен сказать, что это природно, потому что люди, которые прошли через страдания, бедность, из нищеты поднялись, не ставят никому. И в данной ситуации это мы наблюдаем и парламенте, и государстве. Люди из ничего вышли наверх и на сегодняшний день смотрят на других людей, которые оказались внизу, как на живое мясо, как на корм. Почему так? Ну погодите, ведь в этом же и кроется, наверное, не природа нищеты, а вот этот вот феномен Зеленского, да, который взял и завел там новые лица, молодые, непуганные, скажем так, некоррупционные. А получается, что кто был никем, тот станет всем, а потом с позиции, когда он стал всем, все остальные говно. А это эпоха разрушения, она заканчивается третье поколение Советского Союза. А это внуки, дяд и дети высоких руководителей дорвались до власти. Это фактически тот правящий класс, который пришел после войны, после 45-го года к власти. Они работали в НКВД, они работали в МВД. У самого Зеленского дедушка полковника МВД или подполковника МВД. И мы понимаем, что это внуки, которые впитали в себя в этих особых семьях особую жизнь, которую у них забрали. И когда они вернули эту жизнь, они фактически к людям, как и в их семьях, относятся как к черни, как к корму, как к их деды относились. Расстреливали, стучали. Вот это все сейчас внуки тех стукачей. И поэтому они в природный способ так действуют. Они фактически доразрушают остатки Советской империи. Потому что она разрушится окончательно к 1929 году. Вот у нас идет сейчас период разрушения. Как правило, после них приходит усмиритель. Почему я верю в то, что за лужи рано или поздно придет? Он придет зачищать вот этот слой. И такое уже было. Мы очень хорошо можем пронаблюдать это, когда в 17-м году пришли большевики, когда красный террор устроили. Сейчас зеленый террор. И этот террор заканчивается чем? Приходит усмиритель. Тогда пришел Сталин и фактически зачистил всю большевистскую верхушку. Потому что их надо было... Экономика остановилась, уже ничего не работало, голод был. И на сегодняшний день то же самое происходит с зелеными. Это внуки вот тех самых террористов, которые терроризировали народ после войны. И они сейчас устроили террор к этим людям. Они будут жить ярко, но недолго. И после них придет этот самый усмиритель. В любом обличье он будет их защищать. Люди ждут покоя. Люди ждут человека, который их накажет. За все их высказывания, за действия. И это наказание должно последовать в скором будущем. Ну, смотрите, тогда понятно, что Зеленский делает. Когда он в интервью итальянскому телевидению говорит, что скоро будут глобальные перемены. И в военном руководстве, и в руководстве страны. А мы сегодня там, да, вот видим, что пишет заявление об уходе министров, ветеранов. Я так понимаю, что все и военные, и генералы, условно, пула заложного, и разные руководители, которые так или иначе связаны с войной, будут уходить и вычищаться. Вычищаться, чтобы сохраниться. Ну, логика, по-моему, очень простая. Я думаю, что они все столкнутся с большим количеством уголовных дел, действиями прокуратуры против них. Все даже, кто уволятся, их будут преследовать, чтобы они никак не высовывались на политической арене. Что приведет к еще большему ожесточению. Поэтому все будет логично развиваться, я же говорю, по той же самой логике, что и в послереволюционные годы, после 1917 года. Рано или поздно нашего Троцкого зачистят. Рано или поздно Бухарина и всех потащат в суд. Поэтому пока они бесчинствуют. Но это называется, вот то, что они там сейчас принимают кадровые решения, это кадровая чехарда. Нет логики. А зачем вы назначаете вместо этого, этого? Они же не отвечают на вопрос, что другая задача появилась, у вас другое мнение появилось. Ну, как с залужным. А что, задача поменялась? Или залужный не справился? Нет, мы просто хотим ее сменить. Он слишком много занимается политикой. Ну, это просто удивительно было, когда, ну, как бы, ну, понятно, кроме мобилизации, там, этого законопроекта, который якобы военные просят усилить мобилизацию, да. Тут в чем вопрос? Залужный, говорит, тупик на фронте. А Зеленский вроде как хочет новых идей. Но сам, сам же лично в интервью говорит, что, ну, да, тупик. Аж вышел бедный Никифоров, пресс-секретарь президента, и давай объяснять, что Зеленский имел в виду, не тупик вообще в целом, да, а вот тупик в плане того, что нельзя наступать. Ну, как бы пытался, как бы, вырулить, да, вот, а заявление прозвучало так, как оно прозвучало. И что Зеленский, что залужный, говорят одинаково. Понимаете, когда мы смотрим на Зеленского, я на него смотрю, я понимаю, что это маленький ребенок, которому досталась абсолютная власть. И маленький ребенок капризничает. Он может говорить сегодня одно, завтра другое, он не несет никакой ответственности, и она не наступает в силу того, что ему внушили, что он Господь Бог. Он ребенок. И он может требовать игрушку, требовать повести его в кино, я не знаю, он может все, что угодно требовать. И родители ему потакают на сегодняшний день, народ, можно сказать. А кто родители? На фоне у Зеленского родителей на сегодняшний день коты в администрации. Шесть менеджеров. Шесть эффективных менеджеров. Кстати, еще интересное наблюдение, что именно шесть братьев привязали, как и горошка, к дереву. Он служит исключительно себе, как он сказал, и своим менеджерам. Цели у них одни. Это нажива. Мы ищем какие-то другие цели, какие-то другие понятия. И сейчас у них задача или перейти в другой сезон, или найти себе гарантию неприкосновенности. По большому счету, об этом должен думать Зеленский сейчас в первую очередь. Вместе со своими эффективными менеджерами. Они должны договориться хоть с заложным, хоть с чертом лысым, который придет после них, чтобы их отпустили. Чтобы их не посадили. Чтобы их не преследовали. Вот Саакашвили сидит за бесчинство в Грузии и тоже потерял 20% территории. И то же самое может произойти и с командой Зеленского. И на сегодняшний день гарантии безопасности для них важнее. Я бы им советовал. Идите к заложному, а не увольняйте. И делайте так, чтобы стопы были его прямыми, как говорится в Библии. Ибо идет другой мир. Люди устали от хаоса, от хаотических движений ребенка. Они хотят взрослого человека. И мы видим, что заложный себя ведет как взрослый мужчина, отец нации. А Зеленский ведет себя как ребенок нации, который требует у нации и трупов больше, и мяса больше, и денег от людей, и донат. Дайте мне все, я буду играться игрушками и капризничать. Биться в подучки об стенку. И успокаивайте меня. На сегодняшний день я слышу от Зеленского исключительно истерику. Человека, который не в состоянии понять. А это все еще прослеживается через внешний вид. Когда вы видите, когда главнокомандующий, вокруг которого стоят мужчины в берцах, воюющие, реальные офицеры, генералы, полковники, и стоит Зеленский вместе со своим секретарем в сапожках. Это что уже? Кот в сапогах поделился сапожками зелененькими. Это же мы сейчас, к сожалению для наших граждан, мы находимся в безумии и не управляем пространством. Слава Богу, Украина сама по себе управляемая внутри людьми. То есть понятия между людьми еще какие-то существуют. Выполняются законы, армия воюет. Но банковая давно уже не управляет ничем. Она назначает того, кого хочет. Она берет то, что хочет. Она распускает руки туда, куда хочет. Но это не действие взрослого человека, это действие ребенка. То есть фактически мозг ребенка Зеленского расширился на всю страну и делает, что хочет. Вызывая истерику и хаос. Хаотические движения. Вот ребенок, воспитанный матерью. Она вырастила вот такого ребенка, который никому ничего не должен. Он хочет только брать, брать и брать. Так воспитан он по отношению к своему отцу. Папа приедет, даст денег. Поэтому дайте мне денег. От этого все истерика. И когда не дают денег или они задерживаются, у него тут же истерика.